Уничтожение защитника Добиться уничтожения защитника можно с помощью размена или жертвы. В позиции на этой диаграмме, пример из партии Радулеску-Капучинский-Бухарест, 1951 год, белым важно лишить защиты поля b8, с которого можно атаковать черного короля. Защита этого поля возложена на коня с поля c6. Белые бьют коня c6 слоном с поля a4. И черные сдаются. Они вынуждены это сделать. В партии могло последовать. Черный слон d7 бьет слона на c6. Дальше белый ферз идет на поле b8 и угрожает королю и ладье на поле a7. Двойной удар. Черный ферз перекрывает линию атаки по королю, идет на поле d8. Белые бьют ладью на поле a7. И у них решающее преимущество. Нечто подобное происходит и в этом примере. Последовательно размениваются два защитника. Эта позиция из партия Ятес-Рубинштейн, Будапешт, 1926 год. Белый слон g5 бьет коня f6, который защищает короля. Черная пешка g7 бьет слона и открывает своего короля. Белый слон с поля b3 бьет коня e6, который мог бы закрыть короля на поле g7. И черные сдаются. Посмотрим, как могла бы развиваться партия. Черная пешка f7 бьет коня на e6. Белый ферзь с поля e2 идет на поле g4 и объявляет шах черному королю. Черный ферзь перекрывает линию атаки, идет на поле g6. Белый коня f5 делает ход на поле e7 и возникает коневая вилка. Атакуется король на поле g8 и ферзь на поле g6. И у белых решающее преимущество. Эта позиция из партии Тимон-Соколов, 1997 год. Слон b5, единственный защитник пункта d3. Пешка c2 связана по вертикали c, ферзь с7. Не будь слона, судьба партии была бы решена простой вилкой. Отсюда напрашивается несложное решение. Ладья a5 бьет слона на поле b5. И поле d3 в безопасности. И черные сдаются. Дальше в партии последовало бы. Конь идет на поле d3. Шах и атакуется ферзь. И положение черных безнадежно. Это начало партии фрош-пайзер. Глейсдорф, 1996 год. Соперники разыгрывают дебют ферзевой пешки. Белые d2 d4. Черные d7, d6. Белый конь g1 на f3. Черный слон c8 на g4, нападая на коня f3. Белый слон c1 на поле g5, связывая пешку e7. Пешка c7 на c6, открывая путь своему ферзю. Белые делают ход пешкой e2 на e3. Неудачный ход. Осталась открытой диагональ e1, a5. Им следовало бы пойти или пешкой на поле b4, или конем b1 на поле c3, или конем b1 на поле d2. Далее последовало. Черный слон g4 бьет коня на поле f3, защищающего короля, и нападает на белого ферзя. Ферзь бьет слона на f3. Черный ферзь с поля d8 идет на поле a5, объявляет шах белому королю и атакует слона на поле g5. Двойной удар. В этой партии победят черные. А этот пример из партии Норквист-Альбурт, 1989 год. Здесь у коня f4 два сторожа. Слон c1 и конь d5. Поэтому черные сначала разменивают одного, конь с поля d3 бьет слона c1, а белая ладья a1 бьет коня на c3. А затем прогоняют другого. Пешка c7 идет на поле c6. И у черных решающее преимущество. Еще пример. Партия Штейн-Филипп. Москва, 1967 год. Позиция черного короля ослаблена. Ее пока цементирует главный защитник, слон f6. Поэтому решение напрашивается само собой. Белая ладья f3 бьет слона на f6. Если сейчас черный король побьет ладью f6, то на следующем ходу белые сделают ход ферзем на поле e6, шах, и черные попадут в затруднительное положение. Тем более, что под ударом окажется еще и беззащитная пешка d6. Поэтому черные отвлекают ферзя со своего места. Черная ладья a1 бьет слона на поле b1 и объявляет шах белому королю. Ферзь бьет ладью b1. Вот теперь черный король бьет белую ладью на поле f6. Ферзь возвращается на поле e4. Черный ферзь идет на поле f7. Белый ферзь идет на поле d4, шах. И черные эту партию проигрывают. Этот пример из партии Ширев-Ветберг, Стокгольм, 1990 год. Здесь короля противника от белого слона заслоняет пешка e6, которую защищает конь d4. Ради уничтожения ключевой фигуры белые не жалеют и ферзя. Он бьет коня на поле d4 и подставляет себя под удар пешке c5 или черной ладье d8. И черные сдаются. Они вынуждены были бы бить ферзя, а белый слон затем сбивает пешку e6, шах. И у белых решающее преимущество. Эта позиция из партии толпы генкатков, Советский Союз, 1961 год. Здесь черный слон b2 важная фигура для защиты королевского бастиона. Под его контролем диагональ a1, h8. Осознав это, белые уничтожают столь нужного защитника для соперника. Ладья b1 бьет слона b2. В ответ черная ладья c2 бьет белую ладью на b2. А дальше белые проводят успешную атаку на ослабление королевской крепости. Слон с поля e3 идет на поле h6. Угрожает ладье на поле f8. И берет под контроль важное поле g7. Черная ладья с поля b2 идет на поле b8, защищая ладью f8. Белый ферзь с поля d6 идет на поле d4. И белые восстанавливают контроль над диагональю a1, h8. Тогда черные делают ход пешкой f7 на поле f6. Тем самым защищая хотя бы поле h8 для возможного отхода короля. Тогда белый ферзь идет на поле a7 и черные сдаются. В этой позиции белые легко объявляют мат черному королю. И последний пример. Партия Васюков-Дюрасевич, Белград, 1961 год. В этой позиции король вроде бы за семью замками. Да и охранников у него немало. Однако белые сумели найти правильное решение. Белая ладья с поля e1 бьет коня на поле e6. Под охраной которого был слон f8, защищающий в свою очередь диагональ f8, h6. Черный ферзь бьет ладью на e6. Теперь белый ферзь может побить слона на поле h8. Его бьет ладья с поля d8. Пешка g7 не защищена. И ее бьет ладья c7 и объявляет шах черному королю. Король уходит на поле h8. Ладья g7 бьет пешку на поле g6. И черный король оказался под шахом белого слона с поля d4. И черные сдаются. Дальше в партии могло последовать. Черная ладья идет на поле f6, перекрывая линию атаки. Белая ладья бьет ладью на поле f6. Черный ферзь идет на поле e1, объявляет шах белому королю, линию атаки на которого перекрывает ладья f6. Линия атаки слона по королю черных вновь открыта. И на следующем ходу черные потеряют ферзя. И у белых решающее преимущество. Редактор субтитров А.Семкин